Приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. С вами Игорь Ткаченко и Михаил Финкель. Перед Финкелем я сегодня с утра смотрел интервью израильского посла Александра, не помню фамилия, ну, Сашка, да, то есть как бы он по-русски чисто говорит, поэтому это бывший наш, да, но теперь он возвысился до посла Израиля. И достаточно с надменным видом он, значит, давал ответы нашему корреспонденту по поводу ситуации в секторе ГАЗа. Вот, и, значит, что он говорит? Вот вы, ну, я с середины беседы, видимо, корреспондент ему говорит, ну, можно как-то более адекватно реагировать на терроризм Хамаса, да, то есть я за то, что Хамас, да, значит, действует террористическим методом. Да, я не говорю, что они там молодцы, да, но тем не менее. И он говорит, вот давайте я вам приду пример. Вот человек говорит с другим и говорит, а, дает ему в ухо и говорит, так-так-так, а ты мне в ухо не давай в ответ, давай как-то более адекватно реагируй. Человек как бы соглашается, начинает раздумывать, тот раз ему в нос опять повторяет. И опять говорит, не-не-не, ты адекватнее, адекватнее относись. Ну, нормально, да, ответ? Нет, нормально, чисто еврейский. Если не вспомнить, что перед этим этот человек украл у этого дом. Человек украл дом, значит, и получает за это в ухо, потом в нос. Вот это такая хуцпа называется, наглость, которую многие не замечают. Ну, может быть и замечают, но я об этом говорю, кто-то не говорит об этом. Сначала они забирают земли и дома у палестинцев, а потом говорят, смотрите, какие они террористы. Это вообще животные, дикие люди. И вот этот, теперь уже возвращаемся к посту этого раввина, тоже, кстати, перебежчика, да, в Москве родился, в США, значит, обучался и живет теперь в Израиле. Вот он говорит, посмотрите, сколько евреев в арабских странах. Правда, как это считал, 9500, ну, как считал, ну, как бы, кто считал там, может быть, 9 499, ну, какие-то такие цифры, не знаю, с потолка. Марокко, Тунис, там, в Египте 100 человек, вот 100 человек, это вообще мало, да, ну, может быть, там 105 человек. Ну, какие-то цифры явно с потолка, такие круглые, да, Сирия 100 человек, в Иордании 0, ну, почему 0-то? В Иордании, может, какой-то там, ну, посол какой-то еврей живет, или еще кто-то, да, 1-2 там, ну, кто-то есть, вот, но поэтому вот это все, вот эти нули, это пропаганда. И потом он пишет в конце, количество арабов, мусульман, проживающих в Израиле, не включая западный берег, 2 миллиона. Вот тут то же самое, в Израиле, погоди, Миша, это территория, которая должна быть палестинской и израильской, согласно декрету ООН, да, постановлению ООН 47-го года. Они живут на своей земле, они как тут жили, так и живут. А если Израиль сделал границу, включая их земли, то, получается, они оказались в Израиле, они тут лишние, получается, они там жили, из поколения в поколение, еще до прихода сюда Моисея с этими, с евреями. Они тут жили исконно, это коренные жители. Поэтому вот хуцпа твоя здесь, то, что вы Израиле, на оккупированных территориях израильских, вот так правильно? Ну ты же так не напишешь, ты как бы свое гнешь. И вот эта упертость, вот эта высокомерие, которая у всех израильтян сквозит, оно вас и погубит. Нет, вы как бы за спиной американцев слишком, ну как сказать, ведете себя неадекватно, как и сказал корреспондент вашему послу в Москве. А вы все на своей струне, вы все сами. А как же, мы должны ответить, эти люди по-другому не понимают. Эти люди, конечно, не понимают, когда вы у них забрали основное, основу жизни, земли и поселения, конечно, они не будут вас понимать, пока вы не поймете их сторону, их правду. У вас своя правда, а у них своя. Это пока вы будете надменно говорить, что вы богоизбранный, так и будут такие проблемы. Вот я видел видео, значит, девушка из Кибуца, которая в полтора километрах от сектора газа. Ой, как ей было плохо, она там, вот, представляете. Ну, погодите, полтора километра от границы сектора газа. Что думала эта девушка и другие строители, которые строили Кибуц в полтора километра, ну, полет пулей? Полтора километра от сектора газа. Они же предполагали, что будет некий дискомфорт или не предполагали? Нет, они нагло построили на таком коротком расстоянии от забора, от зоопарка, можно сказать, человеческого. А теперь почему-то жалуются, какие-то они неадекватные. Что такое? Мы воду даем, электричество даем. Что такое? Что за дикость такая? Мы вот цивилизованные люди, тут живем, понимаешь, вот, иногда натыкаемся на, значит, могилы арабские, да. Ну, и что? Это наш Кибуц, мы тут живем, работаем. Что за дикость такая, да? Это правда евреев. А правда палестинцев где? Есть еще такой момент, тоже обыгрывается. И глупые люди, значит, у нас в России на это тоже ведутся. А что же, говорит, и Ордания, и Египет не хотят брать палестинцев к себе? Типа, а, значит, палестинцы-то какие-то такие с душком, значит, они какие-то бракованные, раз они никому не нужны. Но египетский министр сказал, что, извините, если мы примем палестинцев, тогда вопрос с землями Палестины будет решен. То есть Израиль освободится от палестинцев и будет строить уже Израиль. Ну, нет населения, нет проблемы, правильно? Поэтому вот это тоже хитрость, ее надо тоже понимать. А что они не берут? А почему они должны брать? Люди живут на своей земле, на остатках своей земли, да? Куда они должны уходить? Вот Израиль, ну, давайте уйдите на какую-то свою землю. А вы скажете, нет, это наша земля. Но у них такая же правда. И они тут на своей земле. Поэтому тут вот эта тоже хитрость не должна проходить. То есть умные люди должны понимать, в чем проблема, почему Иордания и Египет не берут палестинцев. Зачем? Зачем помогать Израилю? Ну, такие мои комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok